Рисковая ставка почему инвесторы заинтересовались покупкой ценных бумаг развивающихся стран 25 февраля 2019 года 26. Михаил Калмацкий Фондовые рынки развивающихся стран демонстрируют уверенный рост после снижения в прошлом году Биржевой индекс 20 государств вырос до максимума с августа 2018 года Приток инвестиций спровоцировали новости об успешных торговых переговорах Вашингтона и Пекина А также желание ФРС США оттянуть повышение базовой ставки Впрочем, эксперты не исключают, что замедление роста мирового ВВП заставит инвесторов отказаться от покупки рисковых активов Что может ожидать рынок ценных бумаг стран с переходной экономикой? В материале RT Страны с развивающейся экономикой притягивают капиталы международных инвесторов С начала 2019 года ключевой показатель фондовых рынков этих государств индекс MSCI Emerging Markets вырос почти на 9,5% и поднялся выше 1050 пунктов Сейчас показатель находится на максимальном уровне за полгода Между тем большую часть прошлого года биржевой показатель активно снижался После январского рекордного максимума более чем в 1260 пунктов последовало затяжное падение почти на 25% В результате 2018 завершился на уровне 965 пунктов Индекс MSCI Emerging Markets включает показатели фондовых бирж 24 стран, которые в сумме составляют 10% капитализации всего мирового рынка Управляющий партнер Алексей Кириенко считает, что бэкство инвесторов было вызвано опасениями развития торговых войн и дальнейшего повышения стовок ФРС США Эксперт отмечает, что смягчение политики ведущих мировых центробанков и прогресс в торговых взаимоотношениях Вашингтона и Пекина изменили настрой инвесторов и создали возможность для роста фондовых рынков развивающихся стран в начале 2019 года Сейчас можно говорить об уверенном развороте тренда В частности, рынки Китая выглядят весьма привлекательными, поскольку покупатели оптимистично оценивают результаты последних переговоров двух стран отметил в разговоре С.А.Т. Алексей Кириенко Накануне Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в торговых переговорах с Китаем Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем Как результат этих продуктивных переговоров, я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта сообщил президент США в своем Твиттер Речь идет о решении США отсрочить повышение таможенных пошлин с 10% до 25% на китайскую продукцию Китайский рынок бурно отреагировал на заявление президента США По итогам торгов 25 февраля индекс Shanghai Composite вырос на 5,6% до 2961 пункта максимального уровня с середины июня 2018 года Китайский рынок имеет самый большой вес в индексе MSCI Emerging Markets и сейчас тянет его наверх Другие азиатские рынки показывали более сдержанный рост в пределах 1% сообщил в беседе S.R.T. директор аналитического департамента Local Invest Кирилл Тремасов По словам аналитика, основной причиной роста развивающихся рынков в январе стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, что регулятор берет паузу в повышении базовой ставки Кирилл Тремасов напомнил, что во времена торговых войн экономической неопределенности инвесторы предпочитают держать капиталы в надежных активах Но как только у участников рынка появляется аппетит к риску они перемещают средства в рисковые активы развивающихся стран из-за высокой доходности С начала года развивающиеся рынки привлекли 18 миллиардов долларов Сообщает Reuters Со ссылки на отчет Bank of America Merrill Lynch Российская сторона индекс масс-биржи по сравнению с началом года прибавил около 5% При этом 6 февраля индикатор установил исторический рекорд, достигнув 2551 пункта Далее последовал небольшой спад на фоне сообщения о возможных санкциях США Также по теме Аппетит к риску Почему финансовые рынки развивающихся стран вернулись к росту после обвала в 2018 году В начале 2019 года нацвалюты и фондовые индексы развивающихся стран постепенно восстанавливаются после прошлогоднего падения Документ представляет собой новую версию законопроекта, внесенного на рассмотрение Конгресса в августе 2018 года В перечне предлагаемых санкций, ограничения в отношении российских банков, суверенного долга, а также проектов СПГ за рубежом и киберсектора Главный аналитик БКС премьер Антон Покатович в беседе S.R.T. подчеркнул, что до появления информации о санкциях инвесторы не принимали в расчет этот фактор при оценке риска российских активов, что способствовало росту биржевых индексов Восстановление цен на нефть также поддержало российский фондовый рынок С начала 2019 года стоимость барреля марки Brent выросла более чем на 20% и сейчас торгуется вблизи отметки 67 долларов Эксперты отмечают, что наблюдается приток средств не только в акции российских компаний, но и на долговом рынке В ценные бумаги активно вкладываются как российские, так и иностранные инвесторы Прогнозы риска Аналитики J.P. Morgan Asset Management Полагают, что развивающиеся рынки имеют благоприятные перспективы на фоне растущих шансов на достижение соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также прогнозируемого ослабления доллара после изменения политики ФРС, сообщает Bloomberg Со ссылкой на отчет J.P. Morgan На сегодняшний день можно предположить, что на фоне сохранения интереса к рисковым активам сектор Продолжит свой рост в первом квартале 2019 года Определяющим для будущей динамики сектора А может стать период с марта по май, считает Антон Покатович Кирилл Тримасов не исключает, что главную опасность для дальнейшего роста рынков развивающихся стран представляет риск замедления мировой экономики Эксперт, в частности, обращает внимание на отсутствие позитивных сигналов со стороны экономики Китая, а также на ухудшение ситуации в Европе и США Думаю, что оптимизм в отношении развивающихся рынков будет сохраняться еще несколько месяцев, а потом движение пойдет в обратную сторону, но не так сильно, как в прошлом году Возможно, по итогам 2019 года мы получим рост индекса развивающихся рынков в пределах 5-10%, заключил Кирилл Тримасов Продолжение следует...